Коллеги, всем привет! Хочу сказать доброго вечера. Сейчас расскажу, что здесь происходит. Меня зовут Аня Томодестова, и это канал для тех, кто преподает иностранные языки. Я не знаю, следите ли вы за моим каналом, насколько давно, но, кажется, в апреле этого года я решила возобновить этот YouTube-канал и приняла для себя решение, что раз в неделю я выкладываю видео на YouTube. Снег, дождь, ну, в общем, не важно, что происходит, я выкладываю видео. Но в жизни каждого человека, который взял на себя челлендж, наверное, да, вообще довольно уж долго с апреля прошло время, возникает такое время, когда ты понимаешь, что, может быть, я не хочу снимать видео, может быть, на этой неделе можно пропустить, тем более, что у нас YouTube замедляется, тем более, что, ну, в общем, много разных причин, встала, не смогла. И вот сейчас воскресенье, 10.30, по-моему, 10.35 вечера я записываю это видео, потому что я сегодня, конечно, очень хотела сделать вид, что ничего страшного. Ну, в принципе, реально ничего страшного, ничего не было бы, если бы это видео не сняла. Но, с другой стороны, насколько я помню, все-таки я ни разу не пропускала и все время выкладывала видео с того момента, когда я решила их записывать. Был период, когда я выкладывала два видео как дополнительные, но, в общем, хотя бы одно видео выходило. Обычно, конечно, видео я снимаю заранее, стараюсь снимать видео в четверг, чтобы потом их смонтировали и, соответственно, выложили на мой канал красивые, оформленные, с какими-то там, не знаю, если нужно, со ссылками, с QR-кодами, с какими-то небольшими... Не всегда все видео пересматриваю, но я вижу, что мой коллега Александр, который делает эти видео, он старается, в общем, делать какой-то интересный монтаж. Я не всегда его вижу, потому что я свои видео не очень смотрю. А вам, Светы? В любом случае, сегодня я вот сейчас снимаю это видео и, по идее, как бы, то есть, без всякой обрезки я его выкладываю таким, как оно есть, на YouTube. Я не выставляла особо свет. В общем, такой немножко наш просто будет разговор. И при этом я понимаю, даю себе отчет, что уже где-то третье видео. Я до этого болела две недели, снимала такие разговорные видео, что уже не в первый раз такое видео, в принципе, без подготовки, потому что у меня есть мысли, на которые я хочу сегодня поговорить, но у меня вот, наверное, вообще в первый раз, может быть, вообще нет никакого ни скрипта, ни текста, ничего. Есть микрофон, камера, немножко света и коты, которые что-то решили там для себя тоже интересное поделать, потому что они вообще не очень понимают, что происходит вечером. Вот, в общем, если вы тоже сейчас какой-то взяли на себя, ну, не то чтобы это челлендж, я не знаю, как это назвать, но, в общем, какой-то вы решили рано вставать или вы решили, наконец, начать новую жизнь с понедельника или еще что-то, я вам передаю привет, держитесь, давайте делать это вместе. Еще как будто что-то попало в горло, поэтому если какой-то кашляет, то прошу меня простить. Ну вот, сейчас ко мне придут коты. О чем я хотела бы поговорить, наверное, за последние, непонятно сколько времени, за последние пару недель, наверное, я не помню, когда были первые нас новости. В общем, случились, потом перестали случаться, потом случились другие. В мире разные события, и вот я про них хочу поговорить. Первое событие, которое очень сильно взбудоражило наш преподавательский мир, это письмо, волшебные письма счастья, которые компания мира отправила всем нам, у кого есть мира доски, и, соответственно, то, что она потом отправила письма, что вроде как все нормально. Хотела поговорить про это, и, соответственно, следующий момент, который вот случился буквально этой ночью, прошлой ночью, да, это вот информация про арест Павла Дуровой. Сразу все начали переживать, что же будет с Телеграмом. Я, кстати, мир, я еще помню, когда оно было real-time board, это было интересно, я открыла для себя эту доску, и, конечно же, я ей пользовалась, но в основном я ей пользовалась для Mindcard, если честно, скажу, для занятий я ее никогда не использовала, потому что я считаю ее таким тяжелым инструментом, который, во-первых, он действительно долго грузится, всегда был, не только сейчас, но это тяжелый инструмент для ученика, и я в целом вижу свою работу как преподавателя работающего, со взрослыми учениками максимально упростить жизнь моего студента, не нагружать его дополнительными инструментами, поэтому я не использую, допустим, мира для совместной работы с учениками, потому что, как я понимаю, что для нас каждый учитель знает, как пользоваться мир доской, а ученики, не знаю, для них это какое-то приложение, помимо английского мне надо еще учить какое-то приложение. Я про это написала пост в Телеграме, и многие учителя, которые попадали в ученическую позицию, написали, что да, когда учитель переходил на мир, это было очень тяжело, потому что чувствуешься, мало того, что ты пишешь языком, еще ты пишешь, там, не знаешь, как сделать упражнение. Но здесь как бы сейчас мое, наверное, видео, но не про это, про это у меня есть пост, я надеюсь, что сейчас, когда буду выкладывать это видео, прикреплю к нему ссылку, можете почитать. При этом это я, ну как ты, ты сейчас такая умная, не всегда такая была, допустим, я помню период, когда... Я не помню почему, я только начала преподавать онлайн, потому что это... нет, у меня была отдельная группа, вот такой прям вот первый, наверное, ученик индивидуальный онлайн, с которым мы начали, это было до ковида, да, наверное, да, все правильно, это был Эндрю Уокли, я ему, соавтором Чемников Outcomes Edition Lexical, я начала преподавать русский как иностранный наш эксперимент, и, собственно, как преподавать онлайн, я на тот момент как бы не особо знала, не особо думала, это вообще был наш с ним эксперимент в лексическом подходе, и я тогда почему-то решила, что будет, ну, очень удобно, у меня все на Яндексе, что у нас будет Яндекс-документ, и что вот как бы, ну, для совместного доступа, и, в общем, я беднягу заставила, да, научиться пользоваться Яндексом, научиться... То есть я понимаю, я сейчас понимаю, усложнила жизнь человека капитально, мало того, что он начал решить русский язык как иностранный, так еще, пожалуйста, изучите, будьте добры, и отечественные наши русские сервисы. Очень смешно, но немножко такого культурного контекста. Какие-то... что-то я скачала какие-то видео и так далее, то есть я сейчас просто понимаю, насколько... Вот если там мы в бизнесе говорим про путь клиента, наверное, вы тоже слышали такое понятие, да? Насколько я ему усложнила путь до прослушивания, например, каких-то моих аудиосообщений, которые я выставляла, или до прочитывания лексики, которая у него была. Сейчас мы с ним все нормально, занимаемся в Google Доке, все, никакого Яндекса, и я не мучаю человека. Но, в общем, в моей практике, конечно же, тоже такие моменты были, когда я больше думала о, да, может быть, о своем каком-то удобстве, или там с какими-то приложениями, о какой-то предполагаемой мной методической пользе, чем об ученике, которому и так тяжело. Сейчас я знаю, что для меня это первый приоритет. Но мысль моя, главное, не про это вторая, соответственно, да, история сейчас, ну, действительно, никто не знает. Только что у нас там, не знаю, замедлился YouTube. Я расстраиваюсь немножко, наверное, по этому поводу, потому что я только в апреле вышла на YouTube, и он стал приносить свои результаты, и в виде подписок, которые довольно быстро пошли, и в виде комментариев, которые вы оставляете под видео, в виде тех диалогов, которые у нас с вами завязываются. И, конечно же, это ужасно приятно, когда ты делаешь, отдача наступает быстро. Если вы ведете свои блоги, я думаю, вы знаете, что там, когда начинаешь блог, и сначала там у тебя много энтузиазма, потом ты понимаешь, что он, в принципе, без какой-то рекламы, может быть, еще что-то не растет. И вот такое. А здесь получается такое просто удивительное пространство для меня YouTube, когда действительно ты никому не вкладываешь ничего в рекламу, а почему-то все равно новые люди находят твои видео, люди подписываются, люди остаются, люди с тобой общаются в комментариях, это тоже такая для YouTube необычная, ну, вот, то есть, допустим, не знаю, в ВК у меня те же самые видео выходят, почему-то там комментариев особо нет. Сейчас выходит. Вот. Но глобально, да, здесь какое-то такое пространство, где люди могут написать, иногда неприятно что-то написать, но в целом обычно что-то прям по сути дела интересное, у нас с вами продолжаются диалоги. И, да, когда что-то такое только-только начало получаться, при этом, да, под каждым видео я размещаю ссылку на свои программы, на свой курс для учителей, на мой курс «Я преподаю взрослым», на который у нас сейчас идет набор, и курс стартует 14 октября, ну, вот там сейчас самые классные условия. Ну, в любой момент, когда вы смотрите это видео, условия самые классные, потому что они только по нарастающей меняются. И уже есть, прям мы смотрим по своей статистике, в системе есть люди, которые посмотрели меня на YouTube, перешли по ссылке под видео и оплатили мой курс. Курс стоит, ну, таких приличных денег, и покупать у незнакомого человека. В общем, это интересно и смело, у нас таких продаж довольно много, то есть получается и финансово тоже прикольно, и в целом очень приятно. В общем, инструмент работает, и вдруг бабах, то есть только он начал у нас работать, он замедляется. Телеграм тоже. Я очень радостна, когда отключили все вредные экстремистские организации, которые у нас отключили. Я, если честно, обрадовалась в смысле для себя. Я не очень любила вести социальную сеть с картинками и с видео. Мне не очень близок, наверное, такой вот именно блогерский стиль, там, не знаю, привет, подписчики, я позавтракала, вот что-нибудь такое. Мне не очень нравится образовательный контент, там, в том же сторис, ну, и вообще в целом в этой сети, потому что не нравится в смысле не тот, который качество, который, а в смысле как идея, потому что, на мой взгляд, люди туда приходят отдыхать, и как-то, ну, в общем, короче, не складывается у меня. А вот здесь у меня прям всё супер сложилось. И там я вроде как бы порадовалась, что для себя, что всё, мир разрешил мне больше не вести сторис. Я радостно перешла в Телеграм, я люблю писать тексты, я люблю писать посты. У меня в Телеграме, получается, три канала. Мой личный, просто прям совсем человеческий, не знаю, где там выкладываю котиков, какие-нибудь вещи, которые, не знаю, там, тоже что-нибудь интересное из жизни, или какие-то, не знаю, там что-то было у меня про яичницу, как правильно готовить яичницу. Я, наконец, нашла для себя рецепт, чтобы желтки оставались жидкие, тоже со всеми поделилась. Вот. Есть канал мой личный профессиональный, да, мой блог преподавателя-предпринимателя, где я рассказываю про методику, про бизнес, да, помогаю преподавателям настраивать свой фриланс и работать на себя. И есть канал моей школы, моего курса, я преподаю взрослым. В общем, короче, в Телеграме такой плотник обосновался. Я очень люблю писать тексты, я люблю записывать видео, но видео, конечно, всегда волнительным, всегда сложнее, нужно поставить свет, там, микрофон, накраситься. Это целая история. А текст я села, не знаю, в такси ехала, написала, выложила, и уже классно и хорошо. И, конечно же, то есть для меня это супер тоже удобный инструмент. Мы уже, кстати, договорились, на первый раз, мы еще никогда надвигались на рекламу канала с сентября, собираемся, и, конечно же, такие, о-о, кто-то начинает думать, боже мой, что будет там с Телеграмом, да, в связи с тем, что арестовали Павла Дурова. И я вдруг поймала себя на мысль, что ни с Ютубом, ну, ни с Мира, Мира я не использую просто в работе, ни с Телеграмом, у меня вот на данном этапе моего какого-то состояния не возникает никаких, то есть какого-то ощущения, какой ужас, проблемы, какой-то тяжести, испуга у меня нет. Но при этом я его понимаю. Я помню, как я переходила всю школу, переносила сервисы в Google, например, в 22-м году, когда тоже был страх, что сейчас нас всех полностью закроют, надо переходить срочно только на отечественные программы, как меня абсолютно отключила и удалила всю мою базу система рассылок MailChimp, в которой я была, не знаю, года с 11-го или с какого-то очень много лет, сняв с меня оплату там за месяц вперед, спустя две недели после того, как сняли деньги, то есть они как бы не должны за две недели, я это помню до сих пор, но они просто одним днем удаляют базу подписчиков у людей, не просто там закрывают аккаунт, не закрывают через VPN, без предупреждения, твой аккаунт удаляют. и какие-то вот это были, да, да, и вот было вот это ощущение там страха, что же будем делать дальше, на данном этапе я надеюсь, вот там, из которых хочу поделиться, да, то есть я надеюсь, что мы поймем, что как бы нельзя полагаться на инструменты, мне кажется, мы привыкли к каким-то вещам, они как данность были, но на самом деле они никогда не были на, ну, то есть, он говорит, мой блог в Телеграме или мой блог в любой социальной сети, запрещенный или нет, он на самом деле не принадлежит мне, как, что интересно, мой блог на Ютубе не принадлежит мне в том плане, что в любой момент та площадка, на которой размещаюсь, может поменять правила игры, например, там, многие из вас, я знаю, размещают свои резюме или ищут учеников через, там, профиру, авито, там, что-то еще, я не говорю, что там эти организации плохие, то есть, это не про это, а про то, что там в какой-то момент, не знаю, руководитель организации может принять решение удалить сайт профиру, ну, теоретически, да, или уйти там из России, условно говоря, или еще какие-то вещи, и все, и если мы весь свой, ну, бизнес, микробизнес, весь свой заработок доверяем одной площадке, одному инструменту, мы очень сильно рискуем, и, ну, в целом, это, наверное, становится уже всем понятно, да, действительно сложно, то есть, один преподаватель, если там вы работаете только сами на себя, быть и на профиру, и на авито, и, я не знаю, подрабатывать с Каенги, и вести блог, и что-нибудь писать на Дзене, вести канал Ютуб, это просто невозможно, можно просто отказаться от уроков, и только этим заниматься, только тогда не очень понятно, где брать деньги, это действительно сложно, но я сейчас даже не про это, а я сейчас про, наверное, в какой-то степени, вот этот пресловутый личный бренд, то есть, я, допустим, знаю, что если, не знаю, там все отключено, ну, допустим, останется еще Яндекс, надеюсь, да, там что-то происходит, люди там в каком-то поисковике будут набирать Анита Модестова, они меня где-то найдут, то есть, вот на тот момент, та площадка, на которой я буду присутствовать, люди меня смогут найти, если они будут искать, допустим, вас, имя, фамилия, преподаватель английского, будет здорово, если они вас смогут найти, раньше у меня всегда был там сайт, и я знала, что если кто-то будет, кто-то кому-то скажет, о, Анита Модестова, классный преподатель английский, если кто-то наберет Анита Модестова, Анита Модестова преподаватель, Анита Модестова английский. Мой сайт выходил первым делом всегда в Гугле и в Яндекс. Я все время пробивала эту мысль. То есть первая мысль, которая хотела сказать, наверное, вторая новость, которая у нас пришла про Телеграм. Причем я не знаю, как-то я спокойно настроена. Я уверена, что с Телеграмом ничего не случится. Я надеюсь, что и, ну, я надеюсь, по-моему, все будет хорошо. Но в данном случае, да, получается, все вроде как мы переживаем за Павла Дурова, переживаем на самом деле там, да, ну, за себя в том числе, наверное, в первую очередь даже, как бы это ни неприятно, может быть, звучало, да, потому что все-таки мы с ним не знакомы. Мы действительно переживаем за него, да, но нас волнует, что будет с нашими, там, блогами, с нашей работой, с нашими контактами, которые у нас есть, да, и какой-то с нашей реальностью, к которой мы привыкли. Но глобально ничего с ней не случится. Даже если вдруг что-то случится, мы перейдем с вами к уникальному другую социальную сеть и будем там. Да, в свое время, то есть мы уже в любом случае перетекаем из разных социальных сетей. Мой самый первый блог был в живом журнале, да, если у кого-то тоже был блог в живом журнале, пишите, главное, этот блог до сих пор есть, он открыт, я иногда его читаю, зайти уже по ролике какие-то не помню, но у меня там даже тоже было несколько блогов. Я начинала через живой журнал, у меня было, я делала бижутерию ручной работы из полимерной глины, в общем, и там я про нее там рассказывала. Вот, это, в общем, был живой журнал, сейчас им особо никто не пользуется, но я думаю, что до сих пор есть люди, которые живут и зарабатывают, может быть, там, да, как на блоге, вот на живом журнале наверняка, есть люди, которые им до сих пор пользуются, то есть он такой, как ниша существует. Короче, это значит, что мы адаптируемся, мы перейдем, и все будет нормально, то есть не нужно, как бы, излишне, может быть, наделять какую-то социальную сеть или какой-то ресурс вот этим ощущением, все, но без него мы пропадем. Не пропадем, что-то в любом случае будет. Мне очень понравилась эта мысль, когда, тоже, когда там все искали варианты там больших онлайн-школ, куда, чего, где аудитория, то есть люди-то здесь, люди здесь же, люди в любом случае будут пользоваться какими-то социальными сетями, и мы точно так же сможем там с ними взаимодействовать, находить себе учеников, находить контакты и так далее, если не брать, как бы, да, именно историю человека, который, которому сейчас, наверное, гораздо страшнее, чем всем нам. Вот. Это первая мысль, вторая мысль, она очень близкая, это как раз про доску. Что-то они там нашли какую-то бумажку. Это про доску мира и про как раз инструменты, которые, может быть, под ВПН уходят, ушли, может быть, однажды уйдут. Вот эту мысль я давно стараюсь транслировать преподавателям. На мой взгляд, нельзя, нельзя, неправильно, наверное, такое слово, да, опасно. На мой взгляд, опасно и нет, и не нужно, нет в этом смысла, как бы, строить свою экспертность на каком-то ресурсе. Сейчас объясню. Например, я считаю, что я, да, я себя позиционирую, я, Анита Бодестова, я суперкрутой препод английского, потому что мои занятия проходят на интерактивной мира доске. Вот это опасно. Если вот вся фишка моих занятий, это мира доска интерактивная, это опасно, потому что забрать мира доску, и все, мое главное конкурентное преимущество ушло. Возможно, не будет какой-то похожей доски, возможно, мне придется перестраиваться, но вот получается, что вот, ну, как бы, моя преподавательская сущность, она базируется на том, опять-таки, что мне не принадлежит, и у меня могут теоретически забрать. Поэтому, если вы сейчас подумаете о своем преподавании, да, то есть в чем фишка, то есть в чем фишка моих уроков? В том, что, не знаю, я преподаю чрезвычайную платформу, студенты могут подключиться, да, это хорошо и удобно, но они ради этого со мной занимаются? Ну, я думаю, я уверена, что нет. Да, что они занимаются с вами по какой-то другой причине, потому что вы классный преподаватель. Но, как бы, идея именно в этом, что мы иногда почему-то как будто бы считаем, что некоторые инструменты лучше, чем мы. Вот когда я там слышу какие-то выступления, там, про мир, про искусственный интеллект, там, еще про какие-нибудь там приложения, которые преподаватель любит использовать, как будто бы без них ты недостаточный профессионал. Коллеги, мы, на самом деле, то есть как-то мне, чтобы провести урок английского языка, мне нужна, ну, в идеале, как бы, да, из инструментов, что мне нужно, мне нужна ручка у меня здесь под рукой, да, если вдруг сейчас что-то будет нужно вести урок, ну, и какая-то бумага. Вот у меня здесь какие-то здесь, вот такой ежедневник, который у меня лежит на столе, то есть, в принципе, мне этого достаточно. Ну, и ученик, ученик было бы очень здорово, конечно, чтобы провести урок, он действительно очень нужен. Да, если мы пойдем обратно в офлайн, если что-то еще будет, то есть я абсолютно уверена, что это те инструменты, которые мне нужны, мне больше ни на какой инструмент полагаться не нужно. Да, удобно пробить какие-то слова в корпусе, да, ну, я думаю, с корпусом не должно ничего случиться. Да, удобно записывать в Google Документ, вот. Ну, я думаю, с Google Документ тоже в этом плане, я, в принципе, спокойна. Тоже, в конце концов, я умею пользоваться Яндекс.Документами, если что, такой опыт у меня тоже есть. Я думаю, там тоже все будет нормально. Но, как бы, фишка именно в этом. В какой-то момент от нас уходили учебники, закрывали свои образовательные платформы. Это действительно большой стресс, и это очень неприятно, и это очень страшно. Но в какой-то степени, возможно, я какую-то позитивную, там, сторону вижу в этом, как, допустим, для нас преподавателей, да, была позитивная сторона в совершенно страшнейшем мировом событии, да, в ковиде. Но для нас, как бы, для многих это помогло нам перейти в онлайн, и это, конечно, сделало нашу жизнь совсем другой, возможности нашей работы, и заработка, и, ну, в целом, комфорта. И вот в той ситуации, которая происходит сейчас, я, наверное, тоже вижу эту мысль, что больше преподавателей поймут, научатся ценить не платформы, не ресурсы, а себя. Потому что мы учимся, мы вкладываем знания, ну, в себя, мы, через нас проходит огромное количество учеников, да, мы нарабатываем часы опыта, мы нарабатываем часы вот этой методической практики, мы получаем часы обучения. И все это позволяет нам, на самом деле, я думаю, если вы сейчас, допустим, давай, если я вам скажу, отбери у вас учебник, все, идите, проведите урок, вы сначала скажете, нет, как я без учебника или там без материалов, как я могу вести целый урок без всего, а потом, на самом деле, ну, как-нибудь, как-нибудь, условно говоря, да, да проведу, ну, что-то там будет происходить. А потом постепенно, да, есть такие ситуации, пойдем, мы адаптируемся и будем это тоже делать. Ну, это прям совсем, да. Но, с другой стороны, Скотт Томбер и Тичин Анплакт писал, может быть, и не просто так. Потому что ваш опыт, ваши знания, ваше количество упражнений, которые у вас уже в голове есть, количество задач, которые вы решали в моменте урока и серии, когда там ученик что-то не знал, а вы на ходу сориентировались. На самом деле, вы очень многое можете на ходу сами. И, на самом деле, наверное, мой главный призыв, который я тоже постараю говорить, что на самом деле эти все приложения, они нам и не нужны. Как будто бы я вижу, что иногда коллеги за ними как-то или прячутся, или стесняются, как будто бы вот урок без приложения, или урок без какой-то, ну, там, штуки, типа вау-эффекта, типа меру доски, как будто бы он неполноценный. Кто-то такое однажды сказал, подумал, придумал, я не знаю, откуда это пошло. Но, на мой взгляд, это как раз вообще в уроке все лишнее. На мой взгляд, в уроке, кроме учителя и ученика, в принципе, и, ну, какого-то там материала, там, допустим, в виде учебника, да и то красивого, может быть, да, там, да, но максимально ненавязчивого. Там больше ничего не надо. Вся, что такое интерактивное для упражнений? Интерактивное, это когда студент и ученик, или там студенты в группе разговаривают друг с другом. Вот, это уже интерактивное упражнение. Не нужно там что-то переносить, кидать, кликать и так далее. Все это дополнительные прикольные штуки, которые можно иногда пользоваться, но не в этом вообще суть урока и все происходящее. Вот, наверное, вот этой мыслью я тогда хотела поделиться. Не знаю, стараюсь вроде бы такой вот, может быть, своим спокойным тоном, спокойным настроением его передать, потому что, как бы, это то, с чем мы точно справимся. Тем более, оказалось, да, что мир доска никуда не уходит, и можно и продолжать пользоваться. Но я думаю, что это как раз вариант посмотреть на то, а нужна ли она вам или нет. Пост про это я постараюсь сейчас тоже прикрепить. Я, кстати, не помню, когда я постоянно сама заливала видео на YouTube. Надеюсь, я все залью, все, все ссылки прикреплю, и все будет под видео. Пост рекомендую прочитать. С мессенджерами тоже. Здесь, наверное, тоже хотела сказать какую-то вот такую общую мысль про блог. Такой у меня тоже пост где-то был, но я его, наверное, сейчас не буду искать, не найду. Уже пойду спать. Да, но здесь как бы тоже, что на самом деле есть как бы ощущение, что, ой, только научились вести один блог, надо переходить в другой блог. На самом деле, там, принципы блогов, они все примерно одинаковые, да, есть какие-то там свои там фишечки, где-то есть короткие видео, где-то нет. Но глобально это, да, идея в том, что мы создаем материалы, которые интересно читать. Вот и главный секрет, который интересно читать, слушать, смотреть, которые почему-то откликаются наши целевые аудитории. И если вы это умеете делать в одной социальной сети, вы спокойно сможете делать в другой социальной сети. Не будет социальных сетей, будем отправлять письма, не знаю, вернемся к проведению конференций, выступлений, нетворкингов живых, что может быть-то и неплохо на самом-то деле, к этому тоже вернуться. И, да, общаться, знакомиться с людьми, то есть глобально мы с вами свой процесс поиска учеников, учеников, проведения наших занятий, адаптируем под любые обстоятельства и справимся с этим. Вот, коллеги, поэтому, надеюсь, если вдруг у вас какие-то были там тревоги или еще что-то, я помогла немножечко снизить градус давления. Может быть, мои котики делали что-то смешное, я не вижу, да, потому что я смотрю на вас, смотрю в камеру, но что-то смешное они там точно делают. Вот, может быть, вам стало чуточку спокойнее от моего видео, а для себя я вот поставлю галочку, я молодец, хотя я нигде не отмечаю, но мысленно в голове, что я не сдалась и сняла это видео. Что интересно, я мужу сказала, такая, должна была сегодня снять видео, но, наверное, не буду. И муж такой, иди снимай. Так а где же поддержка мужнина? Потому что в этом поддержка и есть. Не дать себе слиться, тем более, что, в принципе, силы есть. И, к счастью, мне там плюс-минус легко настроить там свет, хотя основной свет я все равно не поставила. В общем, такой у нас получился диалог. Вот, коллеги, спасибо вам большое от моих котиков в том числе, что вы с нами сейчас были. Хорошей вам недели. Желаю вам спокойного настроения, чтобы, в общем, гармонично у нас начиналась осень, которая приближается. Куда-то я вас хотела позвать пригласить. Пока не знаю, какие у меня будут ближайшие мероприятия для преподавателей. Только что у меня прошла серия воркшопов, записей нет, поэтому не могу про это рассказать. Но скоро кое-что тоже планируется. Поэтому, если вы еще не в нашем Телеграм-канале, под видео будет ссылка на Телеграм-канал школы, подписывайтесь на него, на мой Телеграм-канал обычно под видео я ставлю. Или, если вы хотите попасть в нашу базу рассылки моей школы, или просто вам интересны темы, вы еще не смотрели, у нас есть вводный урок, первый урок, в общем, первый контакт с новым клиентом. Есть такой видеоматериал у меня. Тоже ссылку на него размещу под видео. Там никаких меридосок, ничего. В общем, все как раз самое необходимое, что нужно преподавать для там, в общем, процесс как от того, как вам ученик пишет до первого занятия, весь там прописан. Все, я пошла спать, уже вечер. Я уже сегодня... У меня был длинный день, который начался в 8.30 утра со встречи с участницей моего курса. Потом я заехала к другу на день рождения. Потом я гуляла, у меня семейный день. Я гуляю со своими... с папой, с дядей. Встретила мужа из поездки, вернулась. В общем, спасибо, что выслушали. Спасибо, что были со мной в том, что я записываю это видео для моего... моего обещания себе раз в неделю выкладывать видео. До встречи, я надеюсь, в уже более подготовленных и в более красиво смонтированных. Чайный пакетик, по-моему, они гоняют по полу. В общем, пойду у них это все веселее отнимать. Все, спасибо всем большое. Всем отличного дня, отличной недели, отличного месяца. И увидимся в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok